Поиск проходил в Собинском районе Владимирской области у деревни Кузьмино. Из воронки глубиной 4 метра поисковики Владимирского областного объединения «Часовые памяти» подняли обломки мотора, конструкции крыльев и фюзеляжа самолета. На фрагменте обшивки был номер 2416, что соответствует заводским номерам мотора и самолета из архивных документов Минобороны. Этим самолетом управлял младший лейтенант Матвей Петрович Сиплицын, 1920 года рождения, из села Березово Шиловского района Рязанской области. Его родственники до сих пор проживают в том же селе. Их нашли и пригласили поучаствовать в поисках. Нам стали известны обстоятельства его гибели. Конечно, мы были поражены, что спустя столько лет мы узнаем подробности последнего вылета бойца Красной армии, младшего лейтенанта, 24-летнего парня Террица Матвея Петровича. В прошлом году в районе деревни Хутор Охотника Захаровского района был найден самолет ДБ-3, который в скором времени станет одним из экспонатов выставки Музея регионального отделения поискового движения России. Поисковики подняли экипаж, состоящий из четырех человек. Всех бойцов удалось опознать, и они были перезахоронены. Данные направлены в архив Минобороны, чтобы увековечить их память. Обломки фюзеляжа, то есть вот этот силуминовый сплав, который использовался, он уже сдеформирован, он обгорел, то есть самолет разваливался, загорался. Мы здесь видим стойки шасси, элементы подруливания, то есть это те части, которые сделаны из железа, они достаточно прочные, но шасси самолета всегда прочные. Николай Стрелков и его коллеги уже подали документы на получение средств, благодаря которым появится возможность обновить экспозицию. Новые стенды планируется посвятить авиации и кавалерийскому корпусу. История поисков младшего лейтенанта Теплицына завершится 21 ноября. По просьбе родственников его останки захоронят на родине, в селе Березово Шиловского района, рядом с могилами родных.